На чем вообще будет этот топик? Он будет об оптимизациях, но оптимизациях, как находить места для того, чтобы делать оптимизации, если ты недостаточно хорошо знаешь код. Есть очень большая ключевая разница в подходе к перформанс-оптимизациям и не только перформанс, а в принципе использование ресурсов. На проектах, где кодовая база достаточно маленькая, чтобы были разработчики, которые ее знают всю, и проектах, где кодовая база уже слишком большая для этого. Потому что чаще всего на небольших проектах места для перформанс-оптимизации достаточно очевидны. Это запросы в базу, коммуникация с другими системами, а если нет, то почти всегда можно интуитивно предположить, где могут быть проблемы, потому что вся кодовая база известна. На больших проектах с этим уже возникают сложности, а уж тем более, если проект состоит не только из каких-то крутопераций, типа запросов в базу или в другие персистенс-сторажи, то начинаются проблемы. Непонятно, не всегда очевидно, где искать места, которые нужно исправлять или оптимизировать, или переписывать. И, собственно, вот об этом будет мой топик. Я извиняюсь, там скрин просят зашарить, не видно ничего. О, сорян, сейчас будет. Я переподключался, видимо, после этого не нажал волшебную кнопочку share screen. Есть? Все хорошо? Да, что-то грузится, да. Отлично. Почему ресурс-юзач-оптимизайшн, а не просто перформанс-оптимизайшн? Что мы обычно понимаем под перформансом? Ну, как бы приложение работает быстро, приложение работает медленно. Но это все, это только один ресурс, это время. Но иногда надо оптимизировать не потребление времени, а другие вещи. И так, какие, в принципе, бывают ресурсы, которые мы можем каким-то образом оптимизировать? Самый очевидный ресурс – это I.O. Это input-output операции, чаще всего это запросы в базу или в какие-то соседние сервисы. Боттлнеки по I.O. будут выглядеть, соответственно, как чрезмерная загрузка диска или чрезмерная загрузка сети. Или да, как-то так. Второй, в принципе, тоже достаточно очевидный ресурс – это CPU-time. И наше приложение, когда работает, его что-то должно выполнять. Это обычно процессор, центральный процессор. И это выполнение любой инструкции занимает какое-то время. И иногда слишком много инструкций или слишком много времени оно занимает. А memory тоже достаточно очевидный ресурс. Приложение потребляет какое-то количество времени в memory. И memory обычно на серверах ограничено. Иногда даже ограничено очень сильно. И нужно с этим что-то делать. Но memory как ресурс может влиять на боттлнеки в двух местах. Это, во-первых, собственно, потребление памяти. И второй, достаточно важный момент – это трафик памяти. В чем отличие? Потребление памяти с ним, в принципе, все достаточно очевидно. Мы потребляем какое-то количество памяти. В количестве выражений это и есть наше потребление. А memory traffic – это такой ресурс, который расходуется, когда мы память используем, когда мы ее читаем или пишем. К примеру, мы можем создавать какие-то большие объекты, а вот срывать какое-то большое количество памяти. Это будет про memory consumption. С другой стороны, мы можем постоянно читать или писать. Ну, в большинстве случаев именно списать проблема. Писать какие-то объекты, менять какой-то объект, не авоцируя новую память. Вот это будет про memory traffic. Почему вообще memory traffic стоит воспринимать как отдельный ресурс? Любой памятью нужно как-то управлять. Если мы захотели авоцировать какой-то объект в памяти, кто-то должен проконтролировать, что с этим объектом, с этим блоком памяти будет происходить дальше, контролировать его жизненный цикл. В .NET этим занимается сборщик мусора, занимается он этим достаточно хорошо. Но иногда, если мы недостаточно хорошо, недостаточно качественно пишем какие-то вещи, нагрузка на сборщик мусора будет чрезмерной. Будет слишком много мусора, который он должен будет каким-то образом контролировать. Или даже не обязательно мусора, может просто слишком много объектов, за которыми ему нужно будет следить. Вот это и будет выражаться в memory traffic. Перед тем, как заниматься, собственно, performance или оптимизацией использования ресурсов, в первую очередь нам нужно понять, где же наша бутылочная горлышка. Но обычно оно выглядит скорее как-то так. Какое-то одно место, один ресурс, в который все упирается. И не существует или не всегда существует оптимизации, которые улучшают все. Естественно, если код написан неэффективно, то его можно как-то сделать, чтобы он был эффективнее. Но в большинстве случаев, когда нам нужно что-то оптимизировать, код уже как-то написан, он уже работает, и он написан неплохо. И оптимизируя что-то одно, мы ухудшим потребление какого-то другого ресурса. К примеру, вот такой достаточно простой код. Те, кто знают, как устроен ту-лист и вообще листы в C-sharp, наверное, могут оценить, что в зависимости от количества entity после фильтрации будет авоцировано достаточно много массивов лишних. И они будут собраны сборщиком мусором через какое-то время. К примеру, если после фильтровых у нас будет 10 объектов, то во время создания листа методом ту-лист сначала будет авоцирован массив на 4 элемента, потом, когда метод ту-лист обнаружит, что у нас оказывается есть пятый элемент, будет авоцирован новый массив на 8 элементов, а потом будет авоцирован новый массив на 16 элементов. И все предыдущие массивы – это, по сути, мусор. Кроме того, объект, вот этот самый лист, который мы получили в конце концов, внутри себя он содержит массив с небольшим запасом. Ну, в примере с 10 элементами, там будет 16 элементов. Мы можем использовать метод ту-рей и таким образом уменьшить размер объекта. Но если мы так сделаем, то мы выкинем вот тот последний массив на 16 элементов и увеличим количество мусора. То есть мы улучшили потребление памяти, ухудшили memory traffic. Мы можем попробовать пойти еще дальше, попытаться оптимизировать memory traffic, например, вот таким образом. Изначально создав какой-то список по количеству антитей, но очевидно, что этот список будет иметь больше объектов, больше будет размерных массивов внутри, чем нам действительно нужно для наших целей. Опять-таки мы оптимизировали memory traffic, ухудшили потребление памяти. Мы можем пойти еще другим путем. Например, вот каким-то таким сначала посчитать количество элементов, которые получатся после фильтра, создать массив нужного размера и потом еще раз пренумерейтить отфильтрованное перечисление и заполнить этот массив элементами. Вот здесь вот, скорее всего, и в Visual Studio, и R-Sharper сразу сказал, что, чувак, у тебя тут double numeration, будь осторожен. Но таким образом мы очень хорошо оптимизируем потребление памяти и memory traffic, но используем больше процессорного времени. Очень часто, когда мы что-то оптимизируем в реальных кейсах, нам приходится разменивать ресурсы. Именно поэтому нам нужно понимать, какой ресурс мы хотим оптимизировать и понимать, какими ресурсами мы можем пожертвовать. Давайте немного поговорим о том, как мы можем находить узкие места в нашем приложении. Самый такой простой и очевидный метод перформанс-профайлинга – это сэмплинг. По сути, это некий вспомогательный код, который сколько-то раз в секунду, обычно это около тысячи раз в секунду, снимает стектрейсы всех потоков. В итоге, если эту всю информацию сагрегировать, можно получить полное дерево выполнения нашего кода, точнее, не дерево выполнения, а дерево потребления процессорного времени разными кусками нашего кода. Мы увидим, что какой-то метод там выполняется суммарно очень много, а какой-то очень мало, и можем найти, куда нам нужно копать, если у нас стоит задача оптимизировать время выполнения. Чаще всего это либо будет потребление процессорного времени, либо какие-то сторонние системы по отношению к нашему коду, типа баз данных или каких-то других сервисов. Набор тулов, которым это можно делать, он достаточно широк. Это и стандартные диагностики тулов в Visual Studio, это JetBrains на скаттл под названием .race, это набор тулов от Redgate, ANS Performance Profiler, ну и в принципе, это список неполный, и я уверен, что можно найти и другие тулы. А вот примерно так это выглядит в реальной жизни. Вот это результат Performance Profiling, способом сэмплинга определенного куска кода, и он показывает, что метод Calculate, большая часть его выполнения занимает метод Calculate Implementation, ну и так далее по дереву. Ну и плюс вспомогательная информация, что же делать в самом низу, и видно, что тут на самом деле достаточно много рефлексии. Это уже подозрительное место, и, наверное, его стоит оптимизировать. Что мы можем делать, когда стоит задача оптимизации памяти? Для начала, перед тем, как решать, нужно ли нам оптимизировать память, нужно понимать несколько важных моментов. Как устроена память в современных вычислительных системах? Для начала, у процесса есть какое-то виртуальное адресное пространство, которым он оперирует. Но у компьютера память в любом случае будет ограничена каким-то физическим девайсом, каким-то количеством набора планок памяти, и операционная система за себя берет работу по маппингу виртуального адресного пространства процесса на физическую какую-то память. Когда процесс использует какую-то память, он ее у себя лоцирует в виртуальном адресном пространстве и операционная система страницы этой памяти маппит куда-нибудь в физическую память. Если процессу понадобилось больше памяти, он у операционки просит. Но здесь есть один момент, который стоит учитывать. В принципе, уже в этот момент операционная система вполне может сказать процессу, «На, держи память, она у тебя есть». Но это еще не означает, что эта память, которая отдана процессу, она действительно замаплена на какие-то физические устройства. Как только процессу понадобится что-то в этой памяти, он туда что-то запишет, операционке уже придется это куда-то замапить. Если мы говорим о дотнете, то оно выглядит все примерно так же, с той лишь разницей, что поверх всего этого дела у нас есть какой-то объем памяти, который управляет сам рантайм дотнета. И здесь есть очень важный момент, о котором нельзя забывать. Когда дотнету надо больше памяти, он просит его в операционке, все происходит как и раньше, но если дотнету память больше не нужна, он не обязательно ее даст операционке. Операции аукейта памяти и диалукейта памяти это сравнительно дорогие операции, поэтому дотнет без необходимости ими не занимается. Из-за этого есть очень важный момент. Если вы видите, что там ваш какой-то сервис или ваше приложение потребляет N гигабайт памяти, это еще не означает, что оно реально потребляет эти N гигабайт памяти. Возможно, был какой-то пик потребления, во время которого ему эта память понадобилась, а потом дотнет не спешит отдавать ее операционке, потому что она никому не нужна. При этом стоит понимать, что как только память другим процессам понадобится, как только вы запустите какую-то другую программу и ей понадобится оперативка, дотнет честно отдаст всю лишнюю память операционке и все будут счастливы. Как мы можем работать с памятью, понимать, куда она алоцирована и решать какие-то задачи по оптимизации. В принципе, набор ТОВ примерно тот же самый. Это диагностик ТОВ и Visual Studio. Она умеет делать снапшоты во время работы процесса, которые можно оптимизировать, сравнивать, чтобы смотреть, куда память делась, какая новая память была алоцирована. Это ТОВ и JetBrains, DotMemory, ТОВ и RedGate. И есть такая хардкорная ТОВ под названием WinDebug. О ней я расскажу чуть попозже. Да, это достаточно интересная ТОВ, и даже я ее покажу. Если мы говорим о Memory Traffic, то, в принципе, ТОВ и для его профайлинга примерно те же самые. Мы можем снимать снапшоты в Visual Studio или в DotMemory, или в RedGate профайлере, сравнивать эти снапшоты, и мы увидим, какие новые объекты были алоцированы и как-то принимать решение, а нужно ли нам это. Это все очень круто работает тогда, когда мы знаем, что мы хотим. Когда мы понимаем, что вот есть у нас какой-то код, он потребляет какое-то количество ресурсов, и нам с ними что-то нужно сделать. Но чаще всего у нас есть какое-то приложение, которое работает в продакшене. Мы на него смотрим, каким-то образом мониторим, и нам нужно понять, можно ли с ним что-то сделать, а стоит ли с ним что-то сделать. Как мы это можем делать? Во-первых, Task Manager – это самая простая ТОВ, которая только может быть, и она уже нам может сказать очень много информации. Потребление процессора, ну, очевидно, что-то не так, мы можем это оптимизировать. Чрезмерное потребление памяти, тоже все достаточно очевидно. Все медленно работает, нет потребления процессора, и памяти тоже не кушается много. Ну, наверное, вопрос в каких-то внешних системах, типа базы данных. Еще есть в Windows'е такая штука, которая называется Performance Monitor. Вы можете ее запустить, введя в консольки Perfmon. В Windows'е есть огромное количество всяких разных метрик, которые любой процесс может писать, и мы их можем смотреть с помощью вот этой тулы. Если говорить о Дотнете, то там очень много всяких самых разных метрик. Это и метрики сборщика мусора, к примеру, сколько времени уходит на сборку мусора, количество байт в каждом из поколений, количество вызванных финализаторов, и куча-куча-куча другого. Это метрики АДО Дотнета на тему, сколько запросов было выполнено, сколько коннекшенов, сколько коннекшенов в пуле, сколько запросов зафейлилось. АСП Дотнет тоже туда очень много метрик пишет. Я могу ошибаться с точным количеством, но если я правильно помню, таких метрик около 4,5,10. Всегда можно найти метрику, которая вам сможет помочь найти корень проблемы. В реальной жизни это выглядит примерно так. Мы открываем эту тулу, выбираем, какие метрики нам интересны, выбираем, по какому процессу, и наблюдаем. Еще один инструмент работы с процессами, нашими процессами в продакшене, это дампы памяти. Что такое дамп памяти? Дамп памяти – это, по сути, клон процесса. Windows берет, копирует всю память со всем содержимым этого процесса файл. Соответственно, у нас будет как содержимое памяти, дотнетный хип, все стейки, весь код, который выполнялся, скомпиленные, заджительные какие-то инструкции. И, в принципе, мы можем взять этот дамп, открыть его в Visual Studio, нажать кнопку Continue, и у нас локально на машине продолжится выполнение процесса ровно с того места, с которого был снят этот дамп. Из этого дампа можно извлечь информацию, а что выполнялось, в каких потоках, какие объекты в памяти были авоцированы, в какие критические секции вошли какие-то потоки, кто какими локами владеет, что было заджительно, как, где и так далее. По сути, это просто кладезь полезных данных. И как можно работать с дампами памяти? Для начала мы можем работать и с Visual Studio. По сути, это будет выглядеть, как будто мы просто приотачились к процессу. Но есть такая достаточно интересная тулаб под названием Windows Debugger. Это для тех, кто любит хардкор, это для тех, кто любит сложности. Но она настолько универсальна в своем использовании, позволяет сделать настолько много, что очень неплохо хотя бы понимать, что с помощью нее можно сделать, чтобы в тот момент, когда понадобится это что-то делать, вы знали, что можно гуглануть на тему WinDBG и что-то как-то делать. Что оно вообще такое? Это дебаггер в том виде, в котором дебаггеры существовали до того, как программисты разленились и написали себе тулы типа современных IDE-шек. Это тула, которая изначально предназначалась для дебаггинга обычных нативных приложений под Windows, но она модульная, и для нее есть модуль, который позволяет делать какие-то вещи, специфичные именно для .NET. Вживую это выглядит примерно так. Мы можем делать какие-то команды, смотреть на результаты этих команд, анализировать, принимать решения. Я чуть-чуть позже покажу вживую, как это может выглядеть. Что можно покопать, если вам интересна эта тема? Во-первых, WinDBG. Это тула, которую не обязательно уметь пользоваться, но о ее существовании знать полезно, чтобы в какой-то критической ситуации можно было просто на кого-то возложить надежду. Второй момент, который можно копнуть дальше, это ETV. Это подсистема Windows, с которой я позволяю делать неинвазивную трассировку всего, чего угодно. Я на самом деле не уверен, у меня, по-моему, дальше скрин будет, я покажу подробнее. Это такая тула, к которой можно подключиться, к которой можно запустить и посмотреть, что у вас происходит в системе в принципе. Сборки мусора, если говорить о .NET, выполнение какого-то кода, работа с объектами синхронизации на уровне ядра, который занимает много времени, ну или банально какой-то код выполняется долго. И еще один момент, еще одна тула, ну точнее это не тула, это маленький такой срамворк для микро-перформанс-тестов. Это название легко гуглиться, это репозитория на GitHub, если я не ошибаюсь, изначально, либо было написано каким-то умным дядьком JetBrains, позже ушло в Open Source, и сейчас развивается сообщество. Это штука, которая позволит вам правильно протестировать, что будет быстрее, тулист или туарей, что будет быстрее, написать код одним образом или другим образом, тогда, когда разница во время выполнения измеряется в миллисекундах или в наносекундах. Эта тула, она для начала делает разогрев системы, для того, чтобы все методы были заджитены, которые нам могут понадобиться, чтобы это не влияло на тесты. Эта тула, которая умеет запускать ваши тесты под разными рантаймами, например, она проверит, а быстрее ли ваш будет код работать под Core CLR, под обычным CLR, или, может, под моно. Эта тула, которая прогонит ваш код достаточное количество раз, чтобы были какие-то статистически достоверные результаты, она их посчитает и покажет вам. Ну и, конечно же, Source Code, сорцы всего, что вы используете. Не бойтесь смотреть сорцы фреймворков или библиотек, которые вы используете, потому что там тоже не всегда написано все хорошо или не всегда все написано очевидно. И если у вас какие-то проблемы с перформансом, возможно, стоит понять, как написан внутри какой-то код, который вы используете, и использовать его лучше и правильнее. А сейчас я хочу показать несколько кейсов, как вот эти все тулы могут использоваться на практике. окей, у меня RDP отпал. К сожалению, когда я действительно занимался какими-то оптимизациями, я не сохранил результаты, поэтому там какие-то интересные кейсы прям я не смогу показать. Но в целом, сами идеи будут вполне себе видны. Вот этот файл, это профиль, полученный сэмплингом с одного куска кода, который мы командой недавно написали. Предположим, у нас стоит задача понять, как этот код работает в плане потребления процессорного времени и как мы можем его сделать лучше. Я сходу знаю, что меня интересует определенный метод, я его сейчас сразу открою. это вот этот метод. Опять-таки, вот то, о чем я говорил. Я вижу, как этот метод выполнялся, о том, что большая часть его времени выполнения была занята каким-то методом как OcultValue и дальше по цепочке. Что примечательно, я могу увидеть, как тот код, который этим методом выполнялся, распределяется по каким-то сборкам, классам и NellSpace. И вот уже достаточно такое подозрительное место. 20% времени выполнения было занято вот этим замечательным классом. Давайте посмотрим. Я могу посмотреть список всех методов, которые попали в этот профиль. Например, сгруппировать их по классам. Найти вот этот самый класс. Вот он. И посмотреть все методы этого класса, которые в этот профиль попали. И вот что мы видим. Вот такие вот замечательные методы. Давайте посмотрим самый верхний из них, AdMans. Для начала можно обратить внимание, что этот метод не вызывал каких-то длительных операций. То есть, большая часть времени выполнения этого метода выполнялась именно в нем самом. Давайте посмотрим на исходники этого кода. Вот этот метод. И как бы мы смотрим на код. Код достаточно простой. И в принципе, кроме нескольких арифметических операций, тут ничего нет. Но, возможно, этот код слишком много раз вызывался. Давайте посмотрим, кем он вызывался. Смотрим бэктрейс этого метода. Видим, что он вызывался из какого-то IEnumerable, который вызывался каким-то другим кодом. А что мы на основании этого можем предположить, увидеть? Да, вот этот метод. И вот мы видим этот вызов метода AdMance. Ну, наверное, нам нужно посмотреть, как используется вот этот метод EnumerateMonth и что-то с ним сделать, переписать как-то код, чтобы этот метод вызывался меньше, вызывался более эффективно. После этого есть смысл прогнать еще раз код на том же самом сайте данных, посмотреть, что у нас из этого получится, сравнить и найти следующий бутонек, который мы хотим исправлять. Ну, и так, до тех пор, пока мы не добьемся нужного нам перформанса. Следующий кейс, который я хотел бы показать, это вот как раз будет тула Windows Debug и заодно .memory. В принципе, вот то, что я показывал только что в .trace, все практически точно так же выглядит в стандартных тулах Visual Studio и практически точно так же выглядит в профайлере компании Redgate и я почти уверен, что в любом другом профайлере, о которых я даже не слышал, оно будет выглядеть примерно точно так же. подход простой, смотрим, что выполнялось дольше всего, смотрим код, смотрим, как оптимизировать. Открытие дампа процесса кода время занимает, пусть там оно пока крутится. Я для начала покажу хардкорный способ, потом мы посмотрим .memory. То, что я сейчас покажу, это реальный кусок нашей системы, который выполнялся на продакшен энвайроменте, на самом деле на нашем внутреннем энвайроменте, на котором там работают разработчики-дестировщики, он потреблял какое-то подозрительное количество памяти, мы сняли дамп, чтобы посмотреть, куда оно ушло. Вот этот дамп файл, который я только что открыл, он занимает 3,5 гигабайта, это примерно столько же потреблял процесс памяти. Для начала мне тут нужно ввести одну волшебную команду, которую можно перевести как загрузи модуль для работы с дотнетом, чтобы он был. Что мы здесь можем видеть? Здесь есть очень много всяких разных команд. Например, мы можем посмотреть статистику кучи, где мы увидим размер в байтах каждого поколения, количество свободного места, ну и здесь вот мы уже сразу видим, что у нас второе поколение занимает 3 гигабайта памяти, ну и это как-то не сильно хорошо, то есть у нас в системе есть 3 гигабайта долго живущих объектов. Обычно с этим стоит бороться. Мы можем посмотреть статистику по всем объектам в куче, вот такая волшебная команда, нам покажет какие объекты, каких типов у нас аулоцированы в памяти, сколько их, какой размер они занимают в байтах, ну на 3 гигабайтном процессе таких объектов у нас будет очень много, поэтому придется немножко подождать. И здесь тоже есть несколько интересных моментов. Вот эта колонка это адрес типа, вот это количество, вот это размер в байтах. У нас есть 700 мегабайтов массивов детималов. Это уже какие-то мысли должно вызывать, что где-то как-то очень нехорошо считается, но есть вещи поинтереснее, например, у нас есть 400 мегабайт строк. Давайте возьмем и посмотрим, что вообще это за строки. Вот эта команда выведет все объекты вот этого типа, но строк у нас очень много, выводиться они будут тоже очень долго. Давайте ограничимся строками больше 100 килобайт. Нет, их тоже слишком много. я думаю, что мы не сможем дождаться пока нам выведется эти несколько тысяч, несколько сотен тысяч объектов. Давайте сделаем проще. WinDbg открыть dump. Окей, dump heap start. В принципе, вот то, что я сейчас делаю в WinDbg, можно делать и туами намного проще. Я просто хочу показать это WinDbg, чтобы просто было понимание на что способна татуа и как это можно использовать. Так, а я хоть то делаю. Давайте попросим объекта больше одного мегабайта. Окей, нет ни одной такой строки. окей, вот к примеру строки больше 100 кбайт. Мы можем взять какую-то из этих строк, например, давайте вот эту, по-моему, самая большая, и попросить наш глубоко уважаемый WinDbg показать эту строку. так, чтобы это все хорошо выглядело, я это сделаю вот так вот. Мы покажем первые 5000 символов, только нам нужно это сделать вот так. Вот такая замечательная строка и тоже уже дает нам еще для размышлений. А что у нас за такой интересный запрос, который тут выполняет фильтрацию оператором IN с количеством буидов, которые перевешивают 30 килобайт. Нет, мегабайт? Как-то много. Нет, все-таки 3 мегабайта. Но тоже вполне себе место для перфоранс оптимизации. Наверное, если мы этот запрос перепишем, то у нас код будет и быстрее работать, и меньше памяти потреблять. Примерно то же самое мы можем увидеть и в каких-то UI-ных тулах типа .memory и даже во многом намного удобней. Сейчас она все загрузит, и я это покажу. Такой вопрос, пока оно грузится. Это же все похоже на запрос, генерированный entity фреймворком, насколько я вижу. Может есть место для оптимизации, чтобы его просто как заинлайнить, как rowquery передать. Как вариант, скорее всего, там какой-нибудь запрос из категории дай мне какие-то entity, где какой-то список ID-шников, contains ID сущности. Да, если посмотреть SQL профайлером, то он чаще всего даже перечисляет их, из-за этого получаются такие страшные строки. Да, это именно то, что стоит сделать в этом куске кода. К примеру, мы, скорее всего, можем сделать запрос не по ID-шникам сущностей, а по ID-шнику кода foreign-ключа и получить все нужные нам объекты. Еще один кейс, на самом деле, который я тут хотел показать. Если мы знаем, как работает наш сервис, то банально статистика по объектам тоже может быть очень полезна. Например, у нас есть здесь 5 миллионов объектов от каждого из этих трех типов. И зная код, я могу предположить, например, что вот этот объект, он содержит огромное количество дубликатов, на самом деле, вот этот объект, потому что это просто стринговый ключ, обернутый в какой-то класс. И, скорее всего, я могу сделать какой-то провайдер, который будет переспользовать эти объекты. И достаточно простой оптимизацией, я уже сэкономлю 175-5% потребления памяти и снижу нагрузку на сборщик мусора, потому что будет на 5 миллионов меньше объектов. Вот так это выглядит в .memory. В принципе, примерно то же самое. Вот список объектов по размеру, ну и, например, мы можем те же строки посмотреть, какие-то, взять, инстансы, которые очень большие, и я почти уверен, что мы увидим этот самый запрос здесь же. Ну, очевидно, это он. здесь есть такие уже аналитики, которые могут помочь нам найти какие-то подозрительные места. к примеру, так, сейчас, к примеру, к примеру, тут где-то есть кнопочка, которая позволяет посмотреть дубликаты строк. Возможно, это здесь. Возможно, я и не смогу найти по-быстрому это все дело. это те, кто эти строки держит. У нас это сейчас... А, вот, дубликаты строк. Вот у нас 400 строк, которые состоят из слова Americas. Ну, наверное, это не лук. Наверное, это все-таки надо как-то оптимизировать. Ну, и так дальше. Здесь, что еще здесь есть полезно? Здесь можно увидеть размер не конкретного объекта, а объекта со всеми его ссылками. Вот это то, что показывается в этой колонке. Это такой набор информации, на основании которых мы уже можем принимать более осознанные решения, а где в приложении у нас проблема, как ее оптимизировать, какие места наиболее подозрительны. И еще один кейс, который я хотел показать, он не совсем касается оптимизации, скорее касается того, как может нам помочь вот этот UI, если мы знаем о существовании. кейс очень простой. Есть какой-то сервис у нас в системе, он в какой-то момент зависает. Он зависает, при этом он не делает никаких тяжелых запросов базу, база ни при чем, причем сам сервис. Скорее всего в нем дедлог, потому что он не отвечает и никогда не начинает отвечать, никогда не падает по тайм-ауту. вин dbg мы можем одной командой, только я ее неправильно ввел, увидеть объекты, которые были залочены, которых было 4, 2 из которых держал один поток и еще два другими. Мы можем посмотреть на конкретный поток, посмотреть на его стэк, на его стэк и что мы здесь увидим? Мы здесь увидим монитор enter. Наверное, это и есть наш дедлог. Монитор enter был вызван каким-то кодом lot2string. Уже видна какая-то рекурсия lot2string, который вызвал что-то еще, который опять вызвал lot2string и так далее. И что примечательно, это вообще код не нашего приложения, это сторонняя либо. И если мы посмотрим в эту либо, в ее исходнике, которые есть на гитхабе, даже этот класс, то мы здесь увидим этот самый код. Я что-то не то нажал. tostring. Вот tostring, который локает по какому-то объекту, который является приватной field, и дальше что-то делает. И с учетом того, что этот объект это дженерик, скорее всего можно предположить, что он вызывает сам себя рекурсивно для других типов. Просто если мы посмотрим на stack trace, видно, что он рекурсивно хочет обойти все типы, которые мы используем. Да, это сериализатор, это сериализатор джессона, аналог ньютон саптам. И вот причина нашего дедлока. Это легко репродюситься, мы можем попытаться написать несколько объектов, которые содержат ссылки друг на друга, и мультипоточно вызвать их сериализацию, увидим, что оно задедлочится. В принципе, вот такой кейс можно расковырять и без слов, по типу виндбг, но для этого нам нужно как-то очень постараться, чтобы зарепродюсить эту проблему локально с подключенным дебаггером и вот это все увидеть. Так что в каких-то очень нетипичных случаях вот знание подобных тулов нам может очень хорошо помочь. Окей, в принципе это все. Это все и вопросы. Да, тому email можете мне писать skyforbusiness если что-то есть. Там еще кстати с последним примером там кроме syncblock команды можно использовать dlk и вроде бы как она будет еще кроме syncblock индексов смотреть на reader writer lock более продвинутая. Да, это так, но не совсем потому что команда dlk это не команда обычно стандартного модуля SOS для WinDBG это команда из модуля который написал какой-то умный чувак где-то году 2008-2009 его можно легко нагуглить скачать далельку подключить и там появится еще много таких более высокоурневых интересных команд из категории автоматического нахождения deadlock окей я вот еще что хотел спросить а как например быть с приложением на dotnet core которое крутится на линуксе и грубо говоря там есть вроде перв это именно нативный линукс тула но то есть это можно сделать если есть доступ на хостом машину а вот что делать если вот например нужно снять дамп с кубернетиса где-то там и надо иметь реально к этому доступ для начала я просто расскажу про dotnet core на windows это немного проще dotnet core на windows работает примерно точно так же точно так же снимаем дамп единственное отличие что мы загружаем другой модуль это первая команда которая вводила на корр CLR да вот дедлоченный процесс это был на dotnet core процесс если на линуксе опять-таки не уходя пока в докере кубернетис в линуксе есть аналогично тулап под названием lldb это тоже дебаггер тоже хардкорный дебаггер и у майкрософта есть аналогичный модуль SOS для этого дебаггера можно точно так же снять дамп процесса или подключиться дебаггером к процессу на линуксе и вот подобными командами дебажить его если говорить про кубернетис честно я пока еще сам не пробовал но я думаю самым таким простым вариантом это будет на поде выполнить команду по снятию дампа забрать себе этот дамп локально и прибивать под ну и а дамп ковырять как любой другой линуксовый дамп ясно спасибо насчет вот этих дубликатов строк там у стринга есть ну там у вас их много дублирующихся стринга там есть такой замечательный эстетический класс stringintern который без immutability их копирует это поможет на вашем проекте или это экономия на спичках я думаю что в этом конкретном кейсе поможет вот вот этот дамп там где большое потребление памяти он как бы у меня лежит есть таска созданная на то что нужно с ним что-то сделать и оптимизировать но там пока еще ничего не делалось я думаю что скорее всего когда там будет оптимизация делаться они будут делаться не на стрингах а на тех классах которые эти стринги создают и там вместо интернирования строк мы будем применять какой-то по своих более высокоуровневых объектов ну и автоматически пофиксим проблему с дубликатами строк но стринг интерн тоже должен помочь спасибо как раз пофиксируем и пофиксируем подключить эти пдб и т.д. он уже не то релиз не то дебаг чем включается дебаг информация все вертается нормально я так понимаю что там какие-то оптимизации компилятора и т.п. какие возможности скажем так продебагать и понимать что делается с релизом почему не так и не знаю правильно билдовать или смотреть и монетировать фактически грубо говоря это что делать с релизом когда есть разница между дебагом и версией для начала по поводу первого вопроса в чем точнее последнего вопроса в чем разница между дебагом и релизом со стороны компиляции это единственный параметр компилятора который так и называется оптимайз то есть все чем отличается компиляция дебага и релиза в MSBUD это то что в дебажной компиляции будет выключена оптимизация и будут сгенерированы полные ПДБшки в релизном варианте будет включены оптимизации и не будут сгенерены ПДБшки как работать если код в дебаге работает в релизе падает наверное вопрос такой комплексный все зависит от конкретной ситуации если речь идет о функциональном баге то наверное проще всего будет подключиться к релизному процессу и просто по стопам его дебажить при этом стоит понимать что от того что мы подключились к нему дебаггером мы не поменяли код и он как был скомпилен с оптимизациями так и остался скомпилен с оптимизациями и все проблемы которые из-за этого возникали они все так же будут репродюситься если довелось там какие ключи включать где чтобы выключать просто грубо как сидели и перебирали эти возможные ключи там с dotnet корр и там была проблема плюс там было еще платформирование Я бы сказал, что первое, что нужно сделать, это понять, в чем проблема. То есть не что влияет на проблему, а в чем она сама проблема. То есть если у нас какие-то ключи компиляции влияют на работоспособность приложения, то было бы неплохо понять, почему они влияют, что они такое делают, что это повлияло на работоспособность. А когда мы будем знать ответ на этот вопрос, мы уже сможем понять, что написано не так и что с этим делать. Кросспортфорная разработка, в принципе, такая. Какие-то особенности системы вполне себе могут что-то давать нам нехорошее, непредсказуемое. Окей, а я знаю, что с типа логгеров, но как раз чтобы был не то логгер, не то дебаггер, который можно было в систему включить, в тот самый релиз, чтобы поделиться. Потому что у нас, например, доходило до того, что мы даже не могли стартовать аппликацию, то есть дебаггером ее не можно было бы зачепить ничем. То есть все выдваливалось на этапе инициализации домена, аппликации и тому подобное. Если говорить о .NET Core, то в нем есть несколько параметров, которые включаются environment-переменными, и они включают логирование в консоль информации самого Execution Engine. И в таком кейсе там будет огромнейшее количество информации по поводу того, как Execution Engine стартует, что он делает, что инициализирует, и, наверное, там будут ошибки. Если мы говорим просто о .NET, то опять-таки виндовые фичи типа event-log, они тоже очень могут помочь, потому что по умолчанию все крэши всех процессов туда пишутся. Если крэш .NET процесса, то очень часто там будет какая-то информация .NET. В Windows можно включить автоматическое снятие полных дампов в случае крэша процесса. Точно так же тогда, когда процесс будет запущен и упадет, будет полный дамп, который можно открыть в Visual Studio или в WinDBG и посмотреть, что же там произошло. Что по поводу того, как понять, что в процессе выполняется и логирование, ну, я могу подсказать, попробовать копнуть. Опять-таки, мы говорим о Windows разработке или о каких-то кросплатформенных самаринах? И то, и то микс, там есть сервисы, там есть платформы, но я когда-то давно работал на Дельфе, начинал с Дельфи у нас, я не помню уже, как оно там называлось, так как был пакет, и когда аппликация крышалась, грубо говоря, то пакет как бы стартувал, и он мог нам прислать на e-mail целый дамп. Да, он делал нам, как бы, такий залив, и мы уже могли в себе локально поделиться, чему оно упало, что и тому подобное. Чи есть что-то подобное? Бо тут, кроме логов, например, я не встречался ни с чем таки. Вот, интересно, как раз таки пакет, или не знаю, как это назвать, какой-то фреймворк, что-то такое, чтобы в клиента, чтобы как раз вот фишка, чтобы в клиента оно падает, стартует якийсь аварийный процесс, який нам может высылать дамп. Да, в Windows это делается стандартными средствами, там просто какой-то параметр в системе меняется, и после этого Windows при любом крэше процесса начинает делать полный дамп, который можно использовать. То по поводу каких-то библиотек, пакетов, которые можно подключить к процессу, в любом случае они работают в пределах этого процесса, и по максимуму, что они могут поймать, это метод Unhandled Exception, на основании которого они какую-то информацию берут. Ну, на самом деле могут быть более хардкорные варианты, но обычно это делают именно так. Такие пакеты есть, есть у Microsoft пакет, я не уверен, что, я думаю, сейчас могу по-быстрому его гонуть. Дело, что мы уже несколько разов пролетали по Unhandled Exception, там у нас там стоит логер, все как мое быть, в этом Unhandled Exception, но несколько разов пролетали, так что, блин, вот, не Unhandled Exception, так крыша, что даже не можно туда попасть. Ну, тогда нужно уже смотреть средствами системы, опять-таки, в случае Windows, в итоге будет все, в случае не Linux, но я не могу так сходу предложить каких-то вариантов. Опять-таки, если оно падает без Unhandled Exception, то, скорее всего, это Exception настолько серьезный, что его нельзя захендлить. Это Out-of-Memory, Stack Overflow Exception и Execution Engine Exception. Ну, если такие эксепшены произошли, то что-то совсем плохое. Кстати, Stack Overflow Exception вполне себе может так и выглядеть, как крэш-процессор без какой-либо информации. По поводу логирования того, что происходит в приложении, еще можно копнуть в сторону аспекта ориентированных фреймворков, типа PostSharp. Они позволяют на момент компиляции инжектировать какие-то блоки кода, которые, например, будут выполняться перед выполнением любого метода. О, цікаво. О, это хорошая идея. Дякую, дякую. Действительно, хорошая идея. Треба попробовать. Дякую, Гарна, за ответ. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok